МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Заповедная территория Хойницкий район наведала постоянная комиссия палаты процедуников национального сходу по питаниях экологии, природокористанья и чернобыльской катастрофы. Убрать и заховать. У регионе нарихтовують кукурузу на зерний силас. Шанс на полноценное життя. Гомельские врачи вратовують немаулят в агой менее за полкилограмма. В учебная тревога. Почас одинага дня безпеки в установах адукации отпрацовують плановую эвакуацию. А зараз об гэтым іншим больше подробязна. Почас восемьской сессии депутаты палаты процедуников национального сходу разглядят у другим читанні змены у законе об правовым режиме территорий, яке подверглися радиоактивному забруджванню у вынику катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Одна з ягомета у вертанні у господарчий оборот земля у радооцины экологичного заповедника. Документ регулюя виды дейностей, яке можно вести на гэтой территории. С ходом справ и перспективами развития заповедной зоны сёння ознайомилися члены постоянной комиссии, палаты процедуников по пытаннюх экологии, природокористанне и чарнобыльской катастрофы. Визит допоможе удосконалить законопроект. С подробязностями Максим Савин. Пчалярство – один з видов господаря, яке освоили у Полецким радиоактивным экологичным заповеднику. У 2016-м годзе на пасіках собрали полторы тонны мёду. У минулым уже три. Сёлетний прогноз – 4,5. Динамика ураживая. Поспехово тут займаются коньаводством. Господарка заповедника, наличвая маль 300 голов. Это самый великий табун Украине. Яшы один знакрамка – усадоводство. У минулым годзе заклали сад большим на 1200 яблонь. Сёлета в планах высадить яшшэ 700. На пошній законодавчий нормы открывают новые махчымасти. Определённые направления новые, которые раньше не имели места. Заповедники сейчас имеют место быть. И, в принципе, я говорил про экскурсии. Кроме этого, ещё такое направление мы прорабатываем, как рыбная ловля. Кроме этого, ещё трофейная охота на территории заповедника в экспериментально-хозяйственной зоне. Это, в принципе, возможности значительно расширились. Необходность змена у законе об правовым режиме территории, які подверглись радиактивному забруджуванню в вынику катастрофы на Чарнобыльской АЭС, узникла после заявления указа президента номер 431, який змени у межы заповедника, а так само дау махчымасть для життя у Ленин новых видов господаршей дейности. У совязи с этим депутаты перагледили артыкул, який тычится заповедника. Так у новой редакции закона замоцовывается деление на заповедную и экспериментально-господарчую зоны и вызначаются конкретные виды дейности, які можно на их ожиттявлять. До речи, в основе усіх экспериментов, що проводять на території заповедника, ляжить навыковий подіход, необовязковий контроль. Експериментально-хозяйственна площадь, она на самом деле не очень большая. І назначення її не стільки получення там прибыли в рамках хозяйственной деятельності, скільки проведення действительно опытно-экспериментальної такой деятельності для изучення, що ми можем выращивати, чим ми можем займатися. Нові послуги і види дейності становши доб'ються не тільки на заповеднику, але й на Хойницькім районі у Вугуле. Одна з головних надей розвідця туризму. Сейчас приобретает, в общем-то, такое направление, как туризм, туризм на территорию заповедника. Это и экологическое направление, и изучение растительного и животного мира. Это научный туризм, потому что опыт, наработанный нашим заповедником, он огромен. И для того, чтобы его распространить, значит, ну, можно так даже, не боясь, скажу, на весь мир, потому что им должны, могут воспользоваться все люди. Максим Савин, Игорь Марышенко, отеля радиокомпания «Гомель» Схойницкого района. На Хомельщине починается массовая уборка кукурузы на зерне, с одночасовой нарыхтовкой этой культуры «Насилас». Проведение работы в оптимальный термин у значной ступени будет залежиться от поспехового вращения организационных питаний и наявностей техники. Наш корреспондент Олег Синцеров подекавился ходом уборочной кампании в Мазырском районе. Мазырщину можно назвать напоятно кукурузным краем. У структуры пассивных площадок эта культура займает омаль 55%. У некоторых ступеней это вымышенная мера. Иначе забеспечить живолагодовлю якостными кормами и в досадковых объемах просто немогчима. Массовая уборка кукурузы на зерне в Мазырском районе по сутности только починается. Недохопа у техницы для иной ртуки тут нема, на дворе так само сприяя. Неоглядясь на то, что сегодня кукуруза в некоторых разах проходила в опробовании недохопом в Вильгате, урожайность оказалась не такой уж и низкой. Зараз в среднем по районе около 80 центнеров с гектара, а за ростом темпов работы это покажет явно повеличится. Для совгазного комбината зерне кукурузы успеется основной кормы для живелого годовли. Причем уже больше 10 годов у господарства выкористовывается технология плющения зерня, что дозволяет заходить на рахтованное без страты якости на протягу как минимум года. Неопочные значения мают и экономичное питание кто на такого сборжа, а маль утрая тоннейшая заводский комбикорм. Плюс отсутность затрат на работу зернесушильного комплекса. Сам рукав стоит порядка 400 рублей, но все равно это уменьшает себестоимость порядочную по отношению, потому что основные затраты на сушку зерна. Зерно начинает обмолачиваться при влажности 33-35%, ее надо догнать до стандартной влажности 14%, то есть 20% влаги надо откинуть. Сюда можно наложить с влажностью и 40%, от 40 до 30%. Частка собранного поставляется на кукурузокалибровочный завод. На рахтовку зерня нового уроджаю тут почали на минулом тыдне. На сегодня перепрацовали около 2000 тонн, 10-я частка запланованного. Гэтым насением закрывается до 40% потребностей Беларуси по отсутности размовы, где в реализации программы импортозамещения на предприемстве проводят параллели импортное насилие, да и больше высокую уроджайность, а ли Мазирское утрея больше танное. До того, что тут проводится модернизация в творчестве и укореняются новые технологии, что напрямую уплывая на якость. Обновление идет постоянно, идет модернизация, то есть улучшаем технологические процессы для того, чтобы в дальнейшем менее травмировать семена, чтобы они были более целые, не имели микротрещин. И также интенсивно работаем в плане режимов сушки семян. Дорабатываем технологию, чтобы оптимально температурные режимы... Одночасово с нарыхтовкой кукурузы на зерне, на Гомичне притягивается ея уборка насилос. Это так само важная складающая кормовая база. Иншая справа, что сега с предприемством пожаданно уклассився оптимальный термин третий день. По кулю целом по области необходимые темпы вытремиваются не усюды. Меж тем, на некоторых палетках кукуруза начала усыхать и вельми верогодно, что якостные кормы на этих участках будут отрывать уже немогчимы. Если упустить агротехнические сроки уборки кукурузы насилос, то, во-первых, корм станет грубым, будет плохо силосоваться. Во-вторых, большинство листостебельной массы мы потеряем при уборке кукурузы насилос. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадио-компания Гомель, Мазырский район. Протягиваем выпуск. Что доводится пережить мать, якая народжает дитя с вагой, например, у полкилограмма? Страх, панику, отчай. А уже потом приходит великое, як материнское сердце, вера в тое, что усю обыдется. Дитя подрастет, наберет необходные килограммы и усе покуты можно будет покинуть у минулым. И такую глубокую веру частей за все дорадь неонатологи, люди, якие вратовують гэтые маленькие житти. У педатричном отделении для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы номер 3 побывала Марина Джалая. Есть редакционные задания, после выполнения яких ты становишься иншим. Востраются почутки, якие долго потом не отпускают. Наступный сюжет с этой категории. Разом с операторами пройшлися по палатах, где находятся мати со своими терапышками. Размова об детях, якие народились ранее, чем треба. У вынеку их вага може складать усяго неколькі сотні граммов. Наприклад, у Гомельской городской клинической больницы номер 3 самый маленький новонародженый сё лето важу 840 граммов. Летость минимальная вага малыша, якого выходили в отделение, складала толькі 430 граммов. Дети отстраиваются, они растут, и они нагоняют своих сверстников. Мало того, они обгоняют их. По одной простой причине. Родители недоношенного ребёнка всегда занимаются с ним гораздо больше. И вот этот элемент всё-таки занятия с ребёнком, он даёт свой положительный результат. Дети очень умные. Да, у них могут быть проблемы, прежде всего, зрения. небольшие проблемы могут быть по каким-то неврологическим нарушениям и в небольшом проценте детей. Ну, в общем-то, и всё. Да, слух могут быть, да, могут быть нарушения со стороны слуха, тоже процент очень небольшой, где-то около 6%. То есть, конечно, эти дети есть, но если взять доношенных детей, они тоже болеют, у них тоже могут быть достаточно серьёзные проблемы. В осюгэтым кювезе, поколь пусто, а лихутка сюды привязуть немауля зречицы. Детяте потребно к рыху дорасти. Каждую смену к нам поступают дети с нашего роддома, с нашей реанимации, но сегодня мы ждём гостей из зречицы. Мы подготовили, как обычно, как бы эта наша работа, ставим квес, ставим аппарат, монитор, лень, амат, всё необходимо для того, чтобы следить за ребёнком. Пульс, дыхание, здесь на табло у нас видна влажность, температура. Татьяна Быкова народила своего першинца Ягора 19-го женивня. Хлопчик вважил 2 килограммы. Молодая мать и каже, что спочатку вельми хвалявалась за его здоровье, а лязара сурьёзные переживания застались уминулым. Малыша, набирая вагу, развивается и худко отправится до дому. Понимание прошло, лекарства отменены, набирают вес уже постепенно, уже около 700 грамм набрали с момента рождения. Ну, стараемся кушать, учиться ещё. Не умеем кушать. В этое отделение могут приходить батьки, бабули, дядули, сестры, браты не маулят. Тые, чья присутность, пяшота и увага будут сприять поляпшению самоотшувания маленьких. Если палата одноместная, то сустраяться можно у её, пришим без обмежеваний по часу. В остальных выпадках, если нет суперть показаний, позволяется гулять по территории. Для этого выдают детские коляски. Раньше всё-таки нельзя было никому из родственников приходить, и на улицу мама с ребёнком тоже не могла выходить. И уже первая встреча происходила только после выписки малыша. Как вам новые правила? Спокойнее или на душе? Радостнее? Как папа вас спрятала? Намного спокойнее. Папа очень сильно рад, когда он видит свою дочку. Для каждого человека увидеть своего родного человечка это уже такой большой плюс. Да, вообще круто. Десять годов тому пациентка отделения для недоношенных детей была Мария Лисовская. На 26 день она народила дочку Марину. Вага девчонки складала 840 граммов. А дома у Марии была ещё одна дочка, которой на тот момент было всего полтора года. Не смотря на это, женщина три месяца провела в больнице вместе с новонародной. В результате отказности и профессионализма медперсонала, а также могущественной материнской любови, веры и надеи, девчонка всё вытремала. Зараз Марина учится в пятом классе, причем невидатна. Спустя даже 10 лет я не могу об этом говорить спокойно, потому что это замиранием сердца. Спасибо большое нашей Ольге Зиноновне и всей команде, которая позволяет нам быть, которая вселяет в нас веру, в то, что мы сможем преодолеть всё, что у нас вырастают такие замечательные дети, способные, развитые, очень интересные во всем. Они стремятся всё узнать, они стремятся всё знать. То есть они ничем не отличаются абсолютно от наших обычных детей, которых мы рождаем в 9. Но им нужна забота чуть-чуть больше, чуть-чуть любви той, которую могут дать оба родителей, не одна только мама, которая здесь именно и проживает. И тут папа должен видеть всё то чувство, которое там находится мама вместе с ребёнком. Те же эмоции, те же переживания. Вот поэтому это самые чудесные, самые трепетные дети, которые настолько дарят свою любовь, настолько дарят свои эмоции, что их нельзя. Кажется, хотел бы наказать за что-то, но ты не можешь. Потому что эти глазки, эти заботливые лица, просто приходящие, это просто счастье, это рай. Спасибо, что есть такие учреждения, спасибо, что есть такие замечательные врачи, которые помогают нашим детям, которые просто дарят им жизнь. После знаменитого дня, проведенного в отделении для недоношенных Гомельской городской клинической больницы номер 3, появилась думка об тем, какой великой силой володуют наши мать. Женщины, которые разом с урочами смагаются за то, чтобы эти дети, шлях, которых в нашем свете почался спокойно и складанностью, выросли мощными, здоровыми и счастливыми. Марина Джалая, Павел Антонов, телерадиокомпания Гомель. Гомельчанки завоевали сребряные медали на 45-м международном чемпионате по профессиональному майстерству WorldSkills International, который проходил в Казани. Специалисты гомельских предприятий демонстрировали профессионные веды и навыки в технологии информационного моделирования. Архитектор предприятия Гомельдарпроект Дарья Старовойтова выступила у якости к открытых акционерного товариства ГИПРАЖИУМАШ Марина Жукова и ведущий инженер предприемства комплексного проектирования Гомельдарпроект Вольга Петровец споборничали с представниками Российской Федерации Польши, Ирланды и Сингапура. Выник другое место на пьедыстале и сребренные медали. Усяго в конкурсе селета приняли в дел больше, как тысяча специалистов 63-х краин света. Без паники в учебная тревога. У Гомельским машинобудовничим колледжей пройшла плановая эвакуация. Внимание, внимание, все покинут здание. В рамках кампании «Один и День безпеки» подобные вученьни зараз проходят в установах усих ступеней эдукации. Школьников, лицеистов, кадетов и студентов проверяют наведание правил поводина при надзвычайных ситуациях. В якости захвачивания за доброе выконание усих умов эвакуации наученцы машинобудовничьего колледжа смогли поназирать за боевым разгортванием спецаутомобиля. Майстр-класс продемонстровали работники пожарного, аварийно-воротовального подразделения городского отдела по надзвычайных ситуациях. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Дефакто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В деле нападения на женщину новый поворот. Задержан еще один подозреваемый. 18-летнего разбойника нашли в Гомеле. Парень купил автомобиль и хотел на нем покинуть страну. Не удалось. Информация о местонахождении преступника вовремя поступила правоохранителем. Экипаж милиции заметил подозреваемого, когда тот находился в машине. Парень резко включил задний ход, но во второй раз скрыться ему не удалось. Он был задержан, а в салоне под козырьком сотрудники нашли украденные у Гомельчанки деньги. Пострадавшая до сих пор находится в областной больнице в отделении нейрохирургии. Напомним, 2 августа в 20-40 трое молодых людей напали на владелицу БМВ, избили ее, затолкали в машину, вывезли в лес и требовали деньги, которые якобы задолжал преступникам ее покойный супруг. Из багажника машины они достали рюкзак, в котором лежали 5000 долларов США и 400 белорусских рублей. По возвращении в Гомель БМВ засек экипаж ГАИ. Нарушители смогли уйти от погони, но одного из налетчиков задержали по горячим следам. Накануне был пойман еще один подозреваемый. Следствие разыскивает третьего разбойника. Вот его фото. Если вы узнали этого человека, просьба сообщить об этом в милицию. Скончался четвертый пострадавший на пожаре, который 29 августа произошел в Гомеле в однокомнатной квартире на улице Народного ополчения. Напомним, возгорание произошло ночью на восьмом этаже жилого дома. При разведке квартиры спасатели обнаружили погибших людей. Двух мужчин и одну женщину. Хозяин однушки лежал в коридоре в тяжелом состоянии. Его сразу же госпитализировали. Мужчина получил многочисленные ожоги тела и дыхательных путей. Накануне от полученных травм он скончался в больнице. Таким образом, количество жертв на этом пожаре увеличилось до четырех. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Сел пьяным за руль и стал виновником ДТП. В Нарвлянском районе 31-летний мужчина отправил в кювет автомобиль «Москвит-412». Водительского удостоверения он не получал, зато решил с ветерком прокатиться на раритетной модели советского автопрома. В итоге на закруглении дороги не рассчитал скорость, потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. Помимо водителя, в салоне находился 34-летний пассажир. Оба были госпитализированы. А в Гомеле травмы головы получила 83-летняя женщина-пешеход. Во дворе жилого дома на улице Бочкина на нее наехала водитель, которая двигалась задним ходом на автомобиле Рено-Лагуна. Пенсионерку доставили в травматологическое отделение Гомельской областной больницы. Сделал нецензурную надпись на боевой машине десанта и допустил грамматические ошибки. Милиционеры нашли подростка, который аэрозольным баллончиком расписал экспонат мемориального комплекса в Будо-Кошелево. Парень таким образом хотел доказать своим старшим товарищам, что уже взрослый ребенка поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, а на заседание вызвали родители. В общем, хочешь казаться взрослым, будь готов отвечать за свои поступки. Ну и напоследок о похитителях зерна в Гомельском районе. Сторож и бывший сотрудник агрокомбината «Восток», вступив в сговор, стали фигурантами уголовного отдела о краже зерна. Ранее судимый работник предприятия решил разжиться пшеницей, а чтобы дело выгорело, пообещал сторожу зерносклада 80 рублей за содействие. Запряг коня и на телеге вывез более тонны зерна. Отыскали место выгрузки сотрудники уголовного розыска. Они же смогли вычислить и похитителей. Возбуждено уголовное дело. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь4. Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккеисты Гомеля победили в стартовом матче чемпионата Беларуси в высшем дивизионе. Встреча Гомеля и Могилева началась с торжественной церемонии, посвященной памяти вратаря и тренера белорусской сборной Александра Шумидуба, который умер в июле этого года. Под сводами Гомельской арены подняли белую майку сборной Беларуси с фамилией Александра Николаевича и 29 номером. Этот номер выведен из обращения и хоккеисты Гомеля не смогут его использовать. Этот человек большой профессионал, который в хоккее знал все. Порядочный человек, честный, справедливый, который не признавал ложь в хоккее, который отдавался хоккею полностью. Этот человек горел на работе и если он приходил, он делал все только хорошо. За него говорят его воспитанники. Это люди, которые играют в сборной Беларуси. Шумидуб признавался лучшим игроком Беларуси, был призером юношеского чемпионата Европы. Он выиграл весь комплект наград внутреннего первенства и трижды становился бронзовым призером чемпионата восточно-европейской хоккейной лиги. После окончания карьеры хоккеиста Шумидуб работал тренером вратарей. В Гомеле отвечал за вратарскую линию с 2005 года. Он также основал первую в стране школу галкиперов. Он был великолепным человеком, самое главное. Он был, ну, по крайней мере, для меня он как отец был. То есть мы его не боялись, а уважали и ценили. Был первый и единственный человек, который сделал школу вратарей в Республике Беларусь. После проведенной церемонии начался матч, в котором подопечные Сергея Стася одержали уверенную победу в домашнем матче третьего тура чемпионата Беларуси по хоккею, обыграв команду Могилева со счетом 4-0. Счет в матче открыл Александр Скоринов на 12-й минуте первого периода. Во втором периоде Евгений Хузеев увеличил преимущество хозяева. Через 15 минут российский форвард Рысей Илья Серегин забросил третью шайбу в ворота Могилева. Точку в противостоянии двух команд поставил Кирилл Межейников за 6 секунд до финальной сирены. В итоге это первая победа Гомеля в сезоне 2019-2020. Открытая областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле на Байдарках и Каное посвященная памяти заслуженного тренера СССР Виктора Станибулы пройдет 7 и 8 сентября в Рогачеве. В состязании примут участие команды юношей и девушек 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения, которые представят спортивные школы со всей Беларуси. Старты пройдут на озере Комарино. По итогам гонок судейская коллегия определит лучших в личном зачете в двух возрастных категориях, а также в командном. Продолжаются отборочные туры киберспортивного турнира «Битва городов». В Гомеле соревнования пройдут 29 сентября. Лучшие коллективы отборочных туров получат билет в Минск на гранд-финал и смогут побороться за призовой фонд в 6 тысяч беларусских рублей. Чтобы участвовать в турнире, нужно собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте Белорусской Федерации Киберспорта. К соревнованиям допускаются участники не младше 16 лет. Они будут показывать свое мастерство на специальных игровых компьютерах с профессиональным оборудованием. Студентка Белгута второй год подряд стала чемпионкой страны по пляжному волейболу. В Молодечно студентка гомельского вуза Елизавета Чабай выступала в паре с Викторией Секретовой. Финальную игру девушки завершили со счетом 2-0 и подтвердили титул чемпионов страны по пляжному волейболу. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.